Ещё раз добрый вечер. Меня представили. Очень рад, что очень многим в этот субботний вечер оказалось интересно прийти сюда и послушать лекцию о далёком прошлом. Не совсем актуальны для современности, но формат этих встреч научно-популярный, он достаточно краток, поэтому я попытаюсь вам изложить то, что археологи нашего Челябинского университета в сотрудничестве с заповедником Аркаим откопали последние несколько полевых сезонов. В этом году и в прошлом сезоне мы, как всегда, работали на одном из могильников на юге Челябинской области и вдруг обнаружили в прошлом году, в 2015, что наши раскопки оказались бешено популярными. О них пишут в интернете, о них телевизионные репортажи составляют, печатные издания, радио даже звонило, записывало наши интерьеры. Для нас это было несколько странно, для археологов, для специалистов, потому как мы раскапывали достаточно типичный обыкновенный могильник эпохи кочевников и вдруг вот такая сенсация, скажем так, нагутая. Но потом очень быстро достаточно мы стыкнули, что все дело оказалось в необычной форме черепа, одну из погребенных, погребений, которые мы расчистили. И, собственно говоря, вот это погребение создало некий такой миф, да, о чуть ли не инопланетянах в окрестностях Акаина и так далее. Я нисколько не собираюсь сейчас развенчивать этот миф, я бы хотел вас просто познакомить с одной из эпох в истории, более чем тысячелетней истории кочевников раннего Железного века, которая представлена именно на Южном Урале и трудами студентов Челябинского государственного университета, других университетов, школьников, волонтеров, была, собственно говоря, поднята из земли, да, и какое мы сейчас на данный момент развитие археологической науки, как себе мы ее представляем. Ну вот, давайте для начала, да, несколько моментов. И вообще, да, сразу же хотелось бы сказать, вот, вопрос с формой головы, да, с формой черепа, это вообще не к археологам, да. Что такое археология, и многие очень часто путаются. Очень часто можно найти, как в интернете, да, особенно, где не особенно следят за своими словами, да, за своими формулировками, археологи откопали динозавр. Археологи этим не занимаются, да, археологи раскапывают, исследуют, классифицируют, делают периодизацию материальных останков того, что сделано человеком, да. Поэтому разговор о форме черепа, да, почему он такой был, это, конечно же, не археологически чистый разговор. Это дело физической антропологии. Есть такая наука, есть очень мощная советская и российская школа. В силу того, что археологи работают с антропологами, да, поэтому есть какие-то контакты, есть какие-то точки соприкосновения. Поэтому мы тоже, я имею в виду мы, археологи, можем по этому поводу несколько слов сказать. Поэтому для начала я расскажу об археологическом содержании того памятника, который мы копали, и той эпохи, которую мы реконструировали. А уже потом речь пойдет, собственно говоря, о этих необычных черепах, да. Так. Ну, вот небольшая такая, небольшой склад, который может вам показать примерное расположение того могильника, который мы исследуем уже два года. Это Юпчелябинская область, степная зона, недалеко от заповедника Аркаима. Ну, в принципе, и все, да, для непосвященных, для археологов. Кто участвовал в археологической экспедиции? Есть какие-то? Поднимите руки. Ну, достаточно, да, человек. Те, кто участвовал, наверное, уже более-менее сориентировались. Так, это ладоразделы рек, это точно кочевнический памятник, да, уже примерно ориентировка есть. Потому что, к примеру, памятники более ранней эпохи, эпохи бронзового река, они все-таки сосредоточены ближе при этом, да. Да? Да? Только поднимал археолог. Так? Задумались. Участвовали? Участвовали? А помните? Помню другие моменты, да, из экспедиции? Дальше. Ну, вот, собственно, площадка памятника выглядит следующим образом. То есть, это не какие-то гигантские, там, курганы, не какие-то громадные земляные сооружения. Они достаточно небольшие. Внизу фотография сверху, сверху сделанная с квадрокоптера, да. И вот черненьким как раз-таки видны раскопы нынешнего сезона, нынешнего леднего сезона. Более темный фон, видите, да, троллиной, это раскопы 2015 года. Они еще заросли травой, мы их, естественно, закопали, как того требуют, и законодательство, и вообще, ну, охрана памятников. А вот сверху на большом фоне, справа, да, от человека в красной футболке, это я, такой вот волдырь, да, такой вот бугорок, видите, от березы справа. Вот это самый-самый большой курган в этом отделнике. Максимум он метр с небольшим от уровня современной поверхности. Все остальные гораздо меньше. То есть, даже местное население, да, проезжая мимо, знать не знало, что здесь находится, собственно говоря, памятник археологии. Опять же, мы разговаривали с местными жителями, анкетирование местных жителей, это одна из тоже особенностей археологов, да, то есть один из способов с ними работы. Они рассказывали только о том, что здесь у них когда-то был полевой спан, здесь они когда-то там разбирали, чинили трактора и более того, то есть знания о том, что это древнее захоронение у них не было. Далее, вот так вот выглядит, снятый с помощью инструментальной съемки план могильника и черным цветом, да, вот эти черные кружки, черные овалы, показаны раскопанные нами курганы. Что интересно, что бы я хотел вам сказать, подчеркнуть, что, как правило, что такое курган, да, захоронение. Какое захоронение? Ну, прежде всего, я характеризую его то, что сверху насыпано насыпом, да, достаточно большая. Причем насыпано насып, это, ну, во-первых, это автология, а во-вторых, не совсем правильная. Как правило, насып не насыпали, насып укладывали, то есть, ну, не совсем в русском языке есть те слова, которые можно подобрать, да, для конструкции этого кургана. Скорее всего, и как показывают раскопки этого памятника, и неких других, сооружение, вот сверху, да, оно укладывалось с помощью дерновых блоков. То есть, вырезалась земля по окружности кургана, и они укладывались. И лишь сейчас, спустя многие тысячи лет, да, вот мы видим такой руинизированный, ровненький курганчик. Но, в чем специфика еще данного могильника, и вы можете увидеть, вот, значит, дорога, которая у нас идет на север, да, и видите такую штуковину. Два круглых курганчика, соединенных валом. Это так называемые гантелевидные курганы. Именно в ту эпоху, вот, которую мы исследуем, они появляются. Ну, почему гантелевидные, потому что они похожи, да, на гантели. Очень специфическое сооружение, причем не факт, что оно будет сооружением погребания, да. Ну, представьте себе, что вы археолог из будущего, и, скажем так, прилетели на планету Земля, ничего не зная о письменной истории планеты Земля и так далее. И, к примеру, ну, перед вами память о Волгограде, да, Стреид, Родина Маги. Это погребальный памятник или поминальный памятник? Есть разница? Так же и здесь, да, есть поминальный памятник, да, где мы, и даже в настоящий момент производим поминки. Ну, вспомните, да, конечно, печальная история, допустим, кто-то прогибает на дорогах, да, в автомобильных авариях, ставят линки какие-то. Так же и в этой ситуации. Иногда в этих гантелевидных курганах археологи не находятся хоронениями. Но раскопки четко и ясно показывают, что это искусственное сооружение. Это неестественная скаломленность степи. И оно при этом встроено в общий ландшафт, в общую цепочку могильника. Вы можете увидеть, да, вот ориентировка север-юг. То есть эти ребята хоронили точно, делали свой некрополь таким образом, чтобы все курганы были вытянуты с запада на восток. Это одна из характерных таких особенностей именно того времени, которое мы исследуем. Ну, и сразу же скажу, речь идет о так называемой позднесарматской культуре 2-4 века н.э. Подобных сооружений, да, с гантелевидными курганами, с так называемыми еще подковообразными, известно достаточно много в нашей степи южноуральской. К сожалению, большинство из них располагается на таких участках, где впоследствии в 50-60-е годы, в связи с поднятием целины, земля была распахана. Да, и поэтому мы знаем о них только о арофотоснимках, там, начала 50-х годов. Но, тем не менее, дежитрирование арофотоснимков, да, внимательное рассмотрение их позволило вот создать вот такие планы этих могильников. Некоторые из них сохранились, в частности, вот мы их копаем, да, и, ну, а, к сожалению, некоторые исчезли. То есть, смотрите сами, да, это цепочки обыкновенных стандартных насыпей, цепочки так называемых гантелевидных курганов. У вас здесь вот слева внизу какая-то гребенчатая насыпь, да, и полковообразная. Смысл пока не разгадан. Пока еще это, конечно же, вопрос научный. Почему именно и в каких случаях они строили ту, либо иную насыпь. Ну, и что касается, так, очень коротенько погребений, которые были исследованы, в прошлом 2015 году было скрыто три погребения, в этом году, в 2016, два погребения. Из них, получаем так, да, в сумме, из них четыре было целыми, то есть после того, как этих людей захоронили, их больше никто не трогал, ну, за исключением, там, грызуновых, да. Суслики, сурки, это как называют еще друзья археологов, они очень любят это, мягко копаться, шебуршиться и, соответственно, перетаскивают кости, предметы, когда строят свои норы. И одно погребение было ограблено, вот в левом верхнем, а нет, в левом нижнем углу, вы видите такой разброс костей, черепная крышка, бедренные, длинные кости и так далее. То есть одно из погребений было разграблено в древности, по каким причинам, это отдельный вопрос, все другие же остались с огранностью. Ну, здесь прорисовки, собственно, достаточно стандартный обряд. Все эти ребята, девчата, захоронены, вытянуто положение, лежа на спине, руки вдоль швов, как говорится, да, ноги выпрямлены. А зачастую, вот, допустим, обратите внимание на левый чертеж, могильная яма гораздо шире, чем помещается сам костяк. Вот мы когда внимательно исследовали, пришли к выводу, что, скорее всего, эта женщина, эта женщина по самому, инопланетянка, чертеж этого погребения. Скорее всего, была завернута в сауну. То есть она была туго спелена, 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 кто у нас, феология есть здесь? Как правильно? Обернута, точно. Была очень тугая обернута, да, и, соответственно, ее кости были очень плотно, ну, не кости, а ее тело очень плотно сжатое, и, соответственно, впоследствии в таком положении и сохранились. То есть погребальный обряд достаточно простой. Все они захоронены головой на север, а теперь давайте, как вспомним, я вам показывал, могильник, да, он вытянут с запада на восток, все курганы. Соответственно, захоронение строго перпендикулярно. Представьте себе линию Пургана с запада на восток, захоронение северной, ну, разумеется, с определенными отклонениями. Это наводит мысль о определенных, хотя бы элементарных, да, астрономических знаниях. Как положить своего погребенную? Ну, по крайней мере, как Солнце движется, да, и как меняется Луна, уж об этом они точно знают. Значит, обычные ямы, достаточно неглубокие, обряд ингумации, и рядом погребальный инвентарь. Сразу нужно сказать, он не особо впечатляет, это не какие-то предметы роскоши, которые иногда можно встретить в таких захоронениях, не какие-то предметы торговли. Допустим, в других погребениях того же периода можно встретить импорт из Китая, из Египта, из черноморских городов, из восточных провинций Римской империи. И в данном случае, ну, вот, не повезло, да. Что-то экстраординарного мы не нашли, ну, может быть, самая интересная находка, это вот, почитайте, да, первое, слева, это железный меч, а далее железный кинжал. Вот кинжал подобной формы, с подобной руколядкой, пока на данный момент является единственной находкой в Урала-Поволжском регионе. И специфику его, особенность его создает рукоятка. Ну, те, кто не археолог, да, им, наверное, это несколько скучно слушать, ну, какой-то там набалдашник, ну и что. Ну, а на самом деле для нас, для археологов, это очень специфический такой знак, показывающий примерные территории импорта, экспорта товаров, примерные датировки. Ну, и, наконец, кувшин, вот он справа вверху, он пока археологи еще спорят, да, те, кто занимается проблематикой, либо он имеет кавказское происхождение, либо среднеазиатское. Но он точно не местный, его точно не изготавливали те кочевники, те граждане, которые вот там, собственно говоря, были захоронены. Несколько слов, собственно, кто это такие. Итак, я уже говорил, что, вот, значит, позднесарманская культура, это так, чтобы было понятно вам, да. На самом деле в науке идут долгие споры, можно ли называть это культурой. Можем либо говорить о поздних сарматах. И вообще вопрос, а кто такие сарматы? Если вкратце, то дело тут следующее. Археологи очень часто не имеют возможности и не имеют источников, самое главное, письменных, которые подтвердили бы им или показали бы им то, с чем они работают. То есть, иными словами, мы рассказываем про гребения, но никаких, ни в античных, греческих, кримских, или там в китайских, персидских, кавказских, каких угодно, да, из письменных источников, не указано, кто жил в этот период на Южном Урале. Да и по барабану было, кто там жил, да. Если это их не касалось конкретно, в связи с их геополитикой, конкретно, допустим, там, Иберий, Хань, да, китайский, или там византийский перик, и так далее, и тому подобное. Им это было абсолютно неинтересно, как правило. Поэтому в археологии, ну, примерно, в середине XX века было так, приблизительно, создалась такая договоренность. Давайте, ребят, будем называть этих вот кочевников к востоку от Дона, от Танайса, да, как название звучит этой реки у греков, называть сарматским миром, потому как в источниках есть сарматы, да, в письменных источниках, они упоминаются сарматами. Хотя там упоминаются и седоны, упоминаются сирматы, упоминаются аорсы, сираки и так далее, множество примеров, но давайте условно называть их сарматами. Хорошо, давайте. Но, исследуя, допустим, погребения, начиная от III века до нашей эры и дальше в будущее, археологи-то поняли, что они сильно различаются друг от друга. Современно, соответственно, у археологов родилась и была научно обоснована периодизация. Мы выделяем раннюю сарматскую культуру, мы выделяем среднюю сарматскую культуру, выделяем позже сарматскую культуру. То есть определенные временные рубежи говорят о очень серьезном переломе в материальной культуре. По-другому хоронят. Если, допустим, для ранней сарматской культуры характерны так называемые курганы-кладыши. Здоровенные такие курганы, куда постоянно подхоранивают. То есть один человек умер, его закапывают, большой курган возводят над ним, и потом уже в нас их подзахоранивают. В средней сарматской войне совершенно иная ситуация. Каждый захоронен в отдельном кургане. Но при этом могильная яма, как правило, такая широкая, покойник захоронен по диагонали, квадрат представь себе по диагонали, головой на юг. Позднее сарматское время. Ямы узкие, маленькие, покойник головой на север. Это вот отличие погребального времени. Кроме того, отличие в материальном инвентаре, различные формы оружия, керамики, украшений, предметов одежды. Все это позволило разграничить ранних сармат, поздних и между ними средних. Мы сейчас с вами речь идем о поздних сарматах. Хорошо, во времени разграничили. А теперь вопрос в этническом плане. Все-таки мы с вами 2-4 век. Какие события, допустим, в Западной Римской империи на этот период приходится? Расширение. Какое расширение? Дакью уже практически потеряет. Сейчас я хочу. Наши эры, да. 2-4 века нашей эры. Великое переселение народа. Ну, в общем, приказывают жить, да, как говорит Западная Римская империя. Постепенно от обороны своей, от линии Римиса переходят в политические поселения, федеративные войска и так далее. Иными словами, германцы, да, прежде всего, атакуют эти рубежи. Вот это вот период, общий фон, который, вы знаете, ну, может быть, хотя бы приблизительно из общей истории, да. Ничего историки, которые заинтересованы именно в периферии окружающей Римской империи, мало чего они пишут о том, что было на Южном Урале, потому что откуда взять эту информацию. А здесь вот как раз-таки очень интересный момент. Приблизительно во второй половине 2-го века, если конкретизировать, вдруг, откуда ни возьмись, появляются вот такие вот памятники. То есть, никакого предшествующего развития, которое бы нам говорил, вот, ну, условно говоря, эволюционно, да, они там достигают вот такого уровня развития, начинают постепенно так хоронить, постепенно поступают какие-то товары, и они, соответственно, появляются в погребениях, да, там, зеркала, бусы и так далее и тому подобное. Нет, вдруг внезапно полностью сменяется фон, получается, появляются, и нами исследуются вот такие могилы, которые появляются абсолютно, ну, с нулями, можно так сказать. Соответственно, у археологов какие вопросы? Кто эти ребята, откуда пришли, да? То есть мы подходим к тому, как связать данные уже археологии с данными историей. Ну и вот здесь я такую схемку накидал. Здесь проиллюстрировано, что вполне может быть, что эти самые поздние сарматы, поздние сарматы — это археологическое определение, не этническое. Я не знаю, поймете, нет вы меня, запомните или нет, разницы, да, между археологическим и этническим. То есть мы абсолютно не знаем, были ли они сарматами или нет. Так вот, археологические поздние сарматы являются вообще сарматами, либо другим народом. Потому, сарматы — это четко у нас, иранные, истечные, европеводные народы. Однако, в тот же самый момент, анализируя, допустим, китайские источники, мы знаем абсолютно точно, что племена Хунну, терроризировавшие долгое время Северный Китай, вступавшие в различные формы контакта, данические отношения, брачные связи между царствующими геностями, набеги, торговли и так далее, постепенно Китаем дотесняются, распадается хуннское сообщество, и часть хуннов хуннов мигрирует постепенно, это достаточно долгий процесс на восток, постепенно эта часть теряется в упоминаниях китайских источников, но появляются у авторов античной Европы под наименованием «Унну» или «Хунны» в Северном приказке. Ну, а потом, как, я думаю, вы знаете, гуннское нашествие, Аттилла, наверное, это имя, которому в Средневекове дали название «Бич Божий» тоже вы слышали, уже громят всю Европу. Поэтому, ну, так вот, в силу того, что нам нужно, мы немножко ограничены во времени, потом, если будут вопросы зададить, и поэтому очень вкратце подытожим, сформулирую. Вполне может быть, что вот именно эти могильники, именно эти курганы, которые мы исследуем, я надеюсь, в следующем году тоже будет у вас экспедиция на этот могильник, они связаны, вполне может быть, нужно еще над этим работать, именно с продвижением неких восточных массивов Качевников, то, что они с Востока, это однозначно, вы были они худными или нет, пока еще нужно выяснять, и это, ну, пра-пра-пра-дедушки того самого Атина. Вот это очень вкратце. Хотя, еще раз подчеркну, это очень спорная точка зрения, здесь археологи еще работают. Ну, и теперь несколько, да, слов, собственно, о костях, да, вытянутый череп, и так далее, и тому подобное. Еще раз повторюсь, это дело не археологов, а антропологов. Несколько моментов. Во-первых, ну, вот здесь вот перед вами несколько снимков, это мужчина, антропологический возраст, около 45 лет, он был раскопан на могильнике другом, не том, который мы копали в это время, да, в этом году и в прошлом, он был раскопан в 2006 году на юге Челябинской области. Он нас поразил чем? Что этот дядька, видимо, в таких переделках побывал, что, не знаю, завидовать ему или нет. Во-первых, нос у него сверхнут. посмотрите на череп, справа ему ударили так неплохо. Это раз. Во-вторых, большая вот фотография и стрелочками показаны рубец, который был нанесен рубящим орудием, при этом кость заросла, то есть он от этого не погиб, да, и, соответственно, образовался шот. Во-вторых, правая рука у него, плечевая кость сослась с ключицей. Посмотрите, какой там агавка получился. Когда мы расчищали это покрепение, мы так немножко были шокированы. То есть, вот это движение, да, рукой он фактически делать не мог. Зато компенсировались эти движения, соответственно, в локтевом, да, суставе, и за счет этого вот голубка, да, голубка, локтевый сустав, она фактически была заполирована. У него как зеркало можно было смотреть. То есть, этот мужчина побывал в таких передрягах, каких мы не знаем, да, при этом был захоронен в колонне, в гробу, и кости его были перемешаны. То есть, сначала они могли понять, почему они перемешаны. Первое, да, что напрашивается в голову, могила была ограблена. Нет. Данные планомерных раскопок мы постепенно, очень аккуратно это все расчищали, показали, что нет, она была не тронута. Полторы тысячи лет он там лежал спокойно. Второй момент. Может быть, грызуны, да, сурки и другие какие-то. Ничего подобного. Нет. Поэтому у нас единственная верность, какая сейчас есть на данный момент, что умер этот человек достаточно далеко, но должен был он быть захоронен на своем родовом кладбище, поэтому его уже умершего везли очень долгое время именно на Южный Урал, где располагалось родовое кладбище его. И вот силу своей транспортировки, силу достаточно долгого времени просто-напросто мягкие ткани сгнили, и поэтому вот в этом гробу, в этой экологии это несколько перемешалось, потому что мы находили как в антропологическом сочинении, некоторые поиски, допустим, нижней конечности, да, но а некоторые нет. Ну, и в целом нужно сказать, что поздних сармат не только этого мужчину, но и всех остальных характеризуют, что очень большая нагрузка на верхние и нижние конечности, причем какая нагрузка? На нижней конечности она свидетельствует по данным антропологов, да, что это были всадники, которые что-то не там 20 из 24 часов в сутки проводили на лошадь. Это раз, это всадники абсолютно точно, причем постоянно перемещающиеся, и мы с вами почти ни дня покоя у них не было. Второй момент, на верхней конечности показывает то, что в совокупности с данной археологией, в совокупности с тем, что мы знаем, что основным их оружием был длинный меч, что это были мечники, где ребята постоянно воевали, постоянно с кем-то сражались, и соответственно нагрузка на ключевое существо. Далее, очень большое количество травм, в частности здесь я вам проиллюстрировал, все это говорит о том, что по крайней мере мужчины постоянно находились в такой, скажем так, стрессовой ситуации, постоянной перекачевки, постоянной миграции, постоянное столкновение разумеется с местными племенами куда они приходили. Эта информация вложится уже на то, о чем я говорил. Если мы принимаем гипотезу, что это гуннская нашествия с Востока, то атеропологические данные нам подтверждают эту гипотезу. Ну и, наконец, про инопланетян. Последнее. Ну вот, картины, картинки, фотографии наш коллега из Уфы, Алексей Волода, долгое время занимается реконструкциями, методом Герасимова, не знаю, знаете ли вы или нет, Михаил Михайлович Герасимов, советский антрополог, который разработал методику восстановления мягких тканей по лицу. И вот Алексей Волода, можно сказать, его ученик, его работы признаны и в России, и за рубежом таким образом восстановил по черепу внешний облик этой самой кочерности пресловутой инопланетянки. Ну, во-первых, это европеоидная внешность, как вы можете увидеть, и, ну, что здесь можно отметить по поводу расового типа? Вот совокупность черепов из того макерика, который мы копали, из других исследований, те, которые были обработаны антропологически, показывают, что расовый состав был разнородный. Здесь фиксируется фамира-ферганский тип, к примеру. Фамира-фергана географический, примерно, представляете, да? Умные же люди здесь собрались? Или нет? Средняя Азия где-то вот там вот. Затем, что интересно, женщины, женщины в потрепениях, не все, но значительная часть представляют местные уралоидные типы. Есть такое в антропологии понятие уральская раса. Слышал? Уральская раса, ну, отчасти можно и современного населения к ней отнести, допустим, ханков и манси. Некоторые группы башкир, некоторые группы других народностей тоже, ну, допустим, северный башкир, да, обладает обликом уральской расы. Что значит уральская раса? До сих пор в антропологии непонятно. Либо это не кисная раса, то есть это смесь европеоидов и монголоидов, либо это очень ранняя раса, которая была еще до того, как европеоиды и монголоиды вообще разделились. То есть аргументы и в той и той и другой точке зрения существуют. Так вот, грубо говоря, да, ну, так условно, мужики пристакали из Монголии, а где девок надо идти? На Урале, да, из Уральской расы. Но при этом у этих же самых уралоидных женщин голова уже деформирована, соответственно, дочери уже, да, являются от тех браков, потому как деформацию головы можно сделать только в раннем возрасте. давайте к этому сейчас перейдем. Итак, значит, деформация головы, деформация головы, что это такое, да, сам пикантный момент, сам интересующий, наверное. Во-первых, это искусственная деформация, а не естественная. Существует естественная деформация головы, и вот на этом слайде, к сожалению, печальные такие есть моменты, рудиментарное развитие, я имею в виду микроцепалию. То есть, когда черепные швы зарастают слишком рано, да, в силу происхождения своего человека у нас мозг очень такой, точнее, не мозг, а кости черепа очень такие, скажем так, во-первых, они не сросшиеся, да, и позволяют расти мозгу, но в некоторых случаях бывает, что они срастаются раньше, и, соответственно, вот появляется такая болезнь, мозг меньше. это будет являться естественной деформацией. В данном случае тех погребений кочевиков, которые мы исследовали, это деформация неестественная. Вот еще некоторые слайды, показывающие разные виды, в зависимости от того, когда и какие именно швы зарастают первыми, да, то есть, череп, ну, я думаю, вы знаете, или это не цельная кость, это несколько костей, поэтому, соответственно, в зависимости от того, силы каких-то причин, когда зарастают одни кости, другие, нет, и, соответственно, вот разные формы этой деформации проявляются. Это так вот, это, значит, естественная деформация, но она естественная, скажем так, не преднамеренная. Может быть, деформация, назовем ее так, тоже не преднамеренной, но тоже естественной. Я имею в виду то, что практикуется, практиковалось и в некоторых районах сейчас практикуется современного мира. Это деформация, связанная с способом пеленания и сохранения малыша, да, младенца. у некоторых качевых народов вот этот тип деформации, он известен с эпохи Средневековья, связан с тем, что женщины тюркских народов, среднеазиатских некоторых народов, там, индоиранского языкового состава, силу постоянной занятости, они имеют возможности мячить ребенка, да, и, соответственно, укладывают их вот на такие колыбельки качающиеся, которые называются пешек. причем укладывают таким образом, что, ну, затылочная, да, кость, она фактически упирается, да, в стену, и получается искусственная деформация непреднамеренная, да, то есть специально ее делали, у этих, собственно, детей, потом, последствия, они вырастают, затылочная, кость, она плоская. Ну, вот, старые картинки, современные, да, картины из музея, что из себя представляет Кеший, и вот здесь вот ребенок лежит, он туго с пеленов, более того, у него даже половому члену приставлен специальный, как мы сказали, катетер, да, и ведер, ну, это называется шумек, допустим, по-казахски. Он писает, лежит там, орет, или не орет, да, а мама занимается какими делами. Так, иногда пнуло, он покачался за скрыт. Ну и наконец уже преднамеренные деформации, специально сделанные. Преднамеренные деформации, они относятся к типу, скажем так, изменений тела. Все мы изменяем тело, даже сейчас, даже в современной культуре. Кто-то прокалывает уши, ноздри, делает татуировки, обрезание некоторой религии, да, заставляет, собственно говоря, от этого их делать. Ну, и, собственно, деформация, это тоже один из способов модификации тела. Самые древние свидетельства деформации у сапиенсов, у хомо сапиенсов, те людей анатомически современных, какие мы с вами, известны, по крайней мере, с эпохи неолита Ближнего Востока, такого семи-пяти тысяч лет назад, лет до нашей эры. После этого мы можем точно говорить, точно фиксировать, что обряд искусственной деформации, он у всех народов, у многих народов, не у всех, но у многих народов возникал абсолютно независимо друг от друга, в разных частях земного шара. Даже у тех же восточных слоя, в некоторых, скажем так, заговорах, приворотах можно увидеть отсылки к этому, что, грубо говоря, мать, мамка, ребенка, рука ремяла голову новорожденную, когда еще очень мягкий позвоночник. То есть, к чему я веду? Этот обряд был характерен не только для поздних сарманов. Ну и вот здесь, значит, картинки, способы формирования, это накладка бандажа, накладка деревянных пластинок. Вот здесь такой вот уродец, внизу. Он, собственно, один из индейских способов, который известен по наблюдениям этнографов. Вот такие ребята получались в итоге. Видимо, это считалось красивым. Здесь речь идет уже, да, картинки, как из современности одно из африканских племен до сих пор практикуют. Ну и египтские фараоны, индейские некоторые народы и так далее. Карта, которая маркирует именно лобно-затылочную деформацию. То, что мы столкнулись в раскопках памятника, вот, о котором идет речь. Памятник называется Курган-могильник Монте-Сарко-6. Потому что рядом течет речь Монте-Сарко, поэтому мы археологи так его назвали. То есть лобовая информация черепа. Ну и наверное я уже рекламен превысил. Александр, да? Можно, да? Пару моментов связанных с госачем и я закончу. Ну обычно интересует вопрос как это влияет на собственно мозговую деятельность, на функционал мозга, что здесь можно по этому полу сказать. Во-первых, эти деформации конечно же делались в детском возрасте, в младенческом возрасте. До двух, до трех лет череп младенца, череп ребенка очень пластичный и его изменять можно. Конечно, это несет определенные болевые ощущения для ребенка, но в силу культурных традиций так надо. Лобные доли, как известно, в частности отвечают за собственно погашение каких-то агрессивных моментов, за большую есть в смысле биолог, психолог, нет? Кто подскажет? Как правильно сказать? Ну за контроль за своим поведением, иными словами, за то, чтобы не быть эмоциональным, а быть более рассудительным. Соответственно, мы с вами видели, что эта деформация выдвигает череп назад и вверх. Та деформация, которая была в нами обнаружена на могильнике Матесарка и на других могильниках поздних сраматах. Что здесь следует отметить? Дело в том, что в раннем возрасте у детей, у младенцев в связи с какими-то определенными изменениями, если они не носят какого-то катастрофического характера, функции могут быть перенесены из одного отдела в другой. То есть человеческий организм, он очень гибкий, в том числе и мозг. Поэтому, ну, по крайней мере на современном уровне развития гейропсихологии, палеоневрологии и других отдельных дисциплин, которым этим занимаются, ответ на вопрос о том, как это меняло поведение людей, может выглядеть следующим образом. Кардинально функции в мозге не менялись. То есть от этой деформации они становились какими-то агрессивными боевиками, которые мочит всех и вся. Ничего подобного. мозг изменяя свою морфологию, изменяя свою форму функции, переносил на некоторые другие участки и, соответственно, они также продолжали функционировать. То есть нельзя говорить о том, что есть прямая связь, прямая корреляция между деформацией мозга и, соответственно, поведением человека. В отдельном случае она возможна, а в целом для популяции такого говорить нельзя. Ну и последнее. Все, заканчиваю. Я так понимаю, может быть, вопросы будут. Закончим тем, что наши исследования в археологическом плане, скажем так, не очень богатые, но в антропологическом именно по изучению костных остатков достаточно интересно. В будущем планируем мы даже, если позволит возможности попробовать направить это все на пинетический, на ДНК-анализ, посмотреть, а вдруг ли они кто-нибудь, кому-нибудь родственники. Таким образом пытаемся, может быть, восстановить историю всего мобильника, что, в принципе, ничего, еще не делалось для этой эпохи. Поэтому, кто хочет покопать, обращайтесь к следующим годам. Спасибо.